Баку решительно отвергает резолюцию, принятую накануне Национальной Ассамблеи Франции, как и иные провокационные шаги, предпринятые Парижем, в том числе резолюцию, ранее принятую Сенатом. Такой комментарий распространила пресс-служба МИД Азербайджана. Указанная резолюция направлена на нанесение ущерба процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилием по установлению мира и стабильности в регионе, пояснили в ведомстве. В министерстве обратили внимание на то, что эта резолюция вступает в противоречие с нормами и принципами международного права, она еще раз ярко показывает предвзятую политическую позицию Парижа, который таким образом не может выступать как нейтральный и справедливый посредник. В МИД Азербайджана уточнили, что на слушаниях присутствовал представитель французского правительства, который фактически поддержал резолюцию, это в очередной раз доказывает, что за резолюцией стоит. И правительство Франции, в последнее время открыто выдвигающие антиозербайджинские инициативы на различных платформах. В Баку напомнили, что Франция на протяжении почти 25 лет, под предлогом роли посредника, не давала оценки агрессии оккупационной политики Армении и не стремилась к урегулированию конфликта. Еще один показатель предвзятости Франции, открытая клеветническая кампания против Азербайджана, запущенная после того, как он положил конец оккупации, самостоятельно урегулировав конфликт, указали в. МИТАР, как отметил в беседе с корреспондентом Вестника Кавказа главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Короченко, целью третьей резолюции французских парламентариев. Как и предыдущих двух, резолюции Сената от 25 ноября 2020 года и 15 ноября 2022 года, является давление на Азербайджан. Они стремятся оказать политическое и экономическое давление на Баку, чтобы заставить азербайджанские власти как-то скорректировать курс в отношении карабахских сепаратистов и пойти на компромиссы по переговорной позиции с Ереваном, прежде всего, сказал он. Эти резолюции становятся возможными потому, что над их созданием и продвижением работает армянское лобби во Франции, обладающие необходимыми финансовыми и политическими рычагами воздействия на правящие элита. В целом Париж демонстрирует сейчас повышенное стремление обострить ситуацию на Южном Кавказе, подталкивая фактически Армению к новым провокациям или новым боевым действием. Все это надо рассматривать в контексте большой геополитической игры, которая направлена, разумеется, не только против Азербайджана, но и против Турции, а также России, подчеркнул Игорь Короченко. Подобное поведение Франции деструктивно воздействует на армяно-азербайджанское урегулирование. Макрон как президент Франции неоднократно был замечен не просто в проармянских симпатиях, а в открытом лоббизме интересов Еревана. Мы помним хамские высказывания Макрона в адрес России и ее роли на Южном Кавказе. Цель Франции, это в том числе разместить свой военный контингент либо на территории Карабахского экономического района Азербайджана, в той зоне, которую контролируют сепаратисты, либо, непосредственно на территории Армении. Поэтому в данном контексте роль Франции абсолютно деструктивна, обратил внимание политический аналитик. Точно такой же деструктивной была роль Франции в ее бывших колониальных владениях в Африке, а ныне суверенных государствах, где французы хищнически эксплуатировали местные природные ресурсы, истребляли коренное население. В целом, есть определенная параллель между тем, как вели себя французские колонизаторы в Африке, и тем, как вели себя армянские оккупанты в течение последних 30 лет, удерживая 20% территорий. Азербайджана, то есть стили методы абсолютно аналогичны. В этом плане, я думаю, речь идет не о совпадении, а в определенной степени сходстве политических и военных подходов как Парижа, так и Еревана, заключил Игорь Короченко.